Мы являемся свидетелями достижений человечества в области возобновляемой энергетики и передовых технологий, предназначенных для развития зелёной экономики. Экспо. День 13. Астана Экспо подвела итоги первой недели. С даты открытия на всей территории выставки был зарегистрирован 1 миллион 57 тысяч посещений. Самой большой популярностью пользовалась сфера Нуралем. В национальной кампании им назвали топ-10 павильонов стран, куда пришло самое большое количество гостей. Это Китай, Королевство Саудовской Аравии, Индия, Малайзия, Узбекистан, Турция, Россия, Таиланд и Япония. А посмотреть выставку из-за рубежа приехало больше 20 тысяч иностранцев. Экспо посетили 26 тысяч иностранцев. Из них основная доля из России – 7 тысяч. Более трёх тысяч прибыли из Китая. Такое же количество людей приехали из Германии. Также из Турции посетили выставку около тысячи гостей. Далее уже идёт Малайзия и другие страны. Посмотреть на энергию будущего приехал и Брюс Клар. Он из Америки. Для 72-летнего путешественника Астана стала 20-й выставкой. Самую первую он увидел ещё в 1968 году в Сан-Антонио. В первый день прибытия в столицу Казахстана Брюс Клар посвятил экскурсии по городу и лишь потом пришёл на экспо. Каждый свой заход в павильон он отмечает на карте. Самым интересным гость отметил казахстанский павильон. Ваша сфера просто великолепна. Каждая выставка экспо имеет своё центральное здание. Одно отдельное строение, которое является главной достопримечательностью. Такое же большое здание я видел в Шанхае. Здесь нужно потратить 8-10 часов, чтобы обойти только сферу. И я сделал это. Ваша сфера очень красивая. Она светится ночью. На ней изображаются картины и узоры. Проецируется лазерное шоу. И это самое лучшее. Брюс Клар больше 20 лет занимался частным бизнесом. И, как он сам говорит, устал от суеты и начал путешествовать. Так он посетил почти весь мир. 170 стран. После Астаны он полетит в Великобританию, а дальше в Германию и во Францию. На его очередном паспорте, который он получил 5 лет назад, уже не осталось свободной страницы. С каждой выставки он обязательно забирает с собой карты, экспо-городков и брошюры с полезной информацией. Коллекция за годы путешествий собралась большая и уникальная. У нашего гостя нет фотоаппарата или смартфона. Все впечатления и воспоминания только в голове. Брюс призывает всех путешествовать и увидеть мир, поскольку это дает новые силы и энергию. Издавна солнце было основным источником жизни, света и энергии. Именно поэтому, по задумке дизайнера в павильоне Британии, у входа вас встречает эта звезда. Далее, пройдя в большой зал, вы увидите панораму картины в 360 градусов. На ней изображена природа, которой нигде не существует и является чистым воображением дизайнера. Чтобы просчитать все это в единую картину, было использовано 8 тысяч компьютеров. Авторы павильона также хотели показать, что энергия людей может менять мир. И здесь же, касаясь спицы этой современной юрты, каждый посетитель может стать источником света. Главная идея заключается в представлении человеческой цивилизации. Мы видим юрту, очень близкой к природе и очень хорошо приспособленной к окружающей среде. Мы хотим передать то, как силы природы и людей могут быть связаны между собой. Гости британского павильона также имеют возможность посмотреть на новое поколение лампочек, сделанных из графена. Это новый материал нашей современности. Ученые Манчестерского университета за это открытие были удостоены Нобелевской премии. Графен изобрели 13 лет назад. Он имеет очень тонкую и легкую структуру, но в то же время является самым крепким. С ним связывают новое энергетическое будущее. Допустим, эти лампы могут работать 7 лет без перерыва, а созданные аккумуляторы на основе графена смогут заряжать гаджеты за несколько минут. 23 июня гостей выставки ждут в амфитеатре Экспо-городка. Там пройдет фестиваль казахстанских эстрадных исполнителей. Концерт называется «Гаку – Future Energy of the Earth». Редактор субтитров А.Семкин